Друзья, если у вас нет возможности читать роман Майнрида «Всадник без головы», смотрите это видео. Роман длинный состоит из ста глав. Я сделал несколько видосов с разбивкой на главы. Сейчас вы услышите пересказ глав с 21 по 40. Итак. Люди собрались у гостиницы, чтобы узнать, кто останется в живых после дуэли. Мустангер или Колхаун. После удара колокола они вбежали в бар и там начали стрелять друг в друга. Никто ведь не видел дуэли. Люди могли только слышать количество выстрелов и догадываться, что там внутри происходит. А там парни стреляли и громили бар. Оба сразу получили ранения. На улице люди считали выстрелы. Досчитали до одиннадцати. Больше выстрелов не было. Затем послышался голос Морриса. «Или вы извинитесь, или умрёте». Колхаун извинился. Обычно в Техасе о дуэлях забывают быстро. Там это в порядке вещей. Дуэль Морриса и Кассии обговаривали больше недели. Это долго. Большинству жителей понравилось, как ирландец проучил заносчивого капитана. Сам Колхаун долгое время провёл в постели, восстанавливаясь после тяжёлых ранений. Моррис тоже лежал в постели, прямо в гостинице. За ним ухаживал слуга Фелем. Хозяин гостиницы Доффер решил все убытки за дуэль повесить на Морриса. «Хрена ему, так и передай, Фелем. Наполовину ещё согласен. Хотя и это для нас будет трудно. Продадим кое-что. В общем, выкрутимся». Моррису доставили корзину с хорошей едой. Было видно, что её собирала женщина. Никакой записки внутри не оказалось. Моррис надеялся, что это от Луизы. «А кто же ещё? Пушкин?» Фелем сразу догадался. «Луиза. Больше некому. Кому вы жизнь спасали? Ей. Значит, это от неё». Через два дня Моррис снова получил корзину. Служанка гостиницы сказала, что корзины приносит какой-то мексиканец. Затем была третья корзина. На этот раз с письмом. От девушки. «Исидоры». Моррис расстроился. Когда-то он помог этой девушке. И вот она, узнав, где он и что с ним, отблагодарила его. «Если бы не Луиза, я бы полюбил тебя», – думал Моррис. А вот за Колхауном никто не ухаживал. Ни друзья, ни девушка, никто. Ему было тоскливо от того, что всем вокруг было всё равно, выживет он после ранения или нет. Родственники заходили к нему только лишь ради приличия. Вудли Поиндекстер был должником своего племяша. Фактически Колхаун в любой момент мог объявить себя хозяином Касса дель Корво. Поэтому он давил на дядю, чтобы тот повлиял на дочь, и она согласилась выйти за него. Дядя отмазывался как мог. Когда Колхаун пошёл на поправку, то стал думать о своём позоре после проигранной дуэли. Это было невыносимо. Виновный сразу нашёлся. Мустангер. Значит, именно ему нужно отомстить. Колхаун начал разрабатывать планы мести. Не обязательно ведь самому убивать. Можно кого-то нанять, чтобы сделать это. К тому же в Техасе легко найти желающих заработать убийством. У Колхауна был на примете один мексиканец Мустангер. Он видел, что этот мексиканец тоже ненавидел ирландца. Из-за женщины. Она тоже предпочла Морриса, а не мексиканца. Его звали Мигуэль Диас или Эль Кайот. Луиза всё это время сильно переживала за Морриса. Она ничего о нём не знала, никак не могла ему помочь. Ведь тогда бы все в округе узнали о её интересе к мустангеру. Только Зебу Стумпу она могла довериться. Но он куда-то пропал. Из своего дома Луиза видела, как какая-то красивая мексиканка неоднократно проезжала на лошади мимо её дома вместе со слугой. При этом у девушки всегда была какая-то корзина. «Кто она такая и куда она ездит?» – задавала себе вопрос Луиза. Времени у неё было много, поэтому она много думала и догадалась, кто та девушка и к кому ездит. Должно быть, это та самая мексиканка, которую упоминал Моррис. И она ездит к нему. Луизе сразу стало больно. В касса Далькорова наконец-то заехал Зеб Стумп. Луиза была очень ему рада. «Как он?» – спросила девушка. «Да нормально, поправляется. А где он сейчас? В гостинице?» «Наверное, там за ним плохо ухаживают. Вот корзина со всякими вкусняшками. Передайте ему. Только не говорите от кого. Хорошо?» «Как скажете?» «Кстати, ему там часто корзинки присылают. Так что у Морриса всё хорошо». «Кто присылает?» «Не знаю. Какой-то слуга мексиканец доставляет. Кстати, я его только что видел. Он сопровождал сеньориту». Услышав это, Луиза уронила корзину, и все вкусняшки разлетелись в стороны, а бутылки разбились. «Ничего страшного», – сказала Луиза. «Мистера Джеральда ведь и так угощают. Ему всего хватает». Первый раз в жизни Луиза испытывала муки ревности. Она захотела увидеть свою соперницу вблизи, понять, красива ли она. Луиза выехала на лошади и увидела сеньориту. Мексиканка тоже была наслышана о местной красавице. Поэтому девушки с интересом рассматривали друг друга. После того, как Луиза увидела соперницу, она расстроилась ещё больше. «Ведь мексиканка была красивой. Вряд ли её с Моррисом связывала обычная дружба. Значит, он её любит. Поэтому он ко мне равнодушен», – думала Луиза. «Всё. Отныне не буду с ним видеться». Шли дни, Луизе легче не становилось. Она всё время бедняжка думала о Мустангере, хотела его видеть. Через некоторое время Луиза снова увидела мексиканку со слугой и корзиной. Луизу колбасила. Она уже кое-что разузнала о девушке. Её звали Исидора, дочь владельца большого поместья. После этого Луиза не видела Исидору. «Значит, он поправился», – решила девушка. Вскоре её догадки подтвердились. Она видела из своего дома, как по прерии скачет Морис. «Куда?» «К своей Исидоре. Куда же ещё?» А то, что он смотрел в сторону Касса-дель-Корва, значило, что он насмехается. Морис и на следующий день проезжал мимо дома Луизы и тоже долго смотрел на поместье. «А потом уехал. Куда? К своей Исидоре. Куда же ещё?» Луиза решила проследить. Она села на лошадь и поскакала следом. Вскоре к ней подъехал Морис. «Гуляете?» «Гуляю, а вы?» «И я гуляю, чтобы восстановиться. Здесь тихо, а в гостинице шумно. Я видела, что к вам часто ездила синьорита. Она присылала мне корзину с едой. Мы, кстати, с ней не виделись. Я когда-то ей помог, вот она и хочет меня отблагодарить». «А как вы ей помогли?» «На неё однажды напали пьяные индейцы во главе с диким котом. Могли убить, а могли и…» «В общем, я ей помог». «Да я бы после этого полюбила своего спасителя!» Вдруг вырвалась у Луизы. «Тогда очень жаль, что это не на вас напали индейцы. Ведь тогда я бы спас вас». Ну а дальше всё банально. Поцелуй и признание в любви. У американцев в Техасе постоянно были проблемы с индейцами, коренными жителями этих земель. То война, то мир. Тема индейцев всегда была актуальной в каждом доме за завтраком, обедом или ужином. Даже своих детей американцы пугали индейцами. И вот однажды Вудли Поиндекстер получил сообщение, что Каманчи снова вышли на тропу войны. «Всего-то?» – сказала Луиза. «Всего-то? Да это очень опасно», – ответил ей отец. «И ещё мне не нравится, Луиза, что ты слишком часто стала ездить по прерии сама. Бери с собой Генри или Кассия». Луиза согласилась, хотя и внутри протестовала. «Колхаун пошёл к Эль-Койоту. Я всё сделаю, пока не было удобного случая», – сказал мексиканец. Случай появился. Каманчи вышли на тропу войны. «Точно? Ну тогда всё будет сделано. Обставим убийство так, как будто это дело рук индейцев. 500 баксов?» «Я заплачу тысячу». Луиза в совершенстве владела стрельбой из лука. Этому её научили индейцы племени Юма ещё в Луизиане. Сейчас, когда она никуда не могла выезжать, Луиза в своё время коротала в саду за стрельбой из лука. То, что дочь так легко отказалась от верховых прогулок, развеяло все подозрения отца насчёт цели этих поездок. Потому что до него уже дошли слухи, что Луиза встречалась с мустангером. А Луиза вот что делала. Она прикрепляла записки к стрелам и стреляла из лука в соседнюю рощу, где эти записки подбирал Моррис. А потом эти стрелы с ответом снова возвращались в сад Луизы. Вот такая была тайная смс-переписка у влюблённых. Такая переписка без реальных свиданий долго не могла существовать. Молодым хотелось обниматься, целоваться. Встречались по ночам в саду, когда никто не мог их видеть. Чтобы попасть в сад, Моррису нужно было пройти полосу препятствий, незаметно на лодке переплыть через реку, с помощью лассо перелезть через забор. При очередной встрече Моррис сказал, что ему нужно будет на некоторое время уехать в Ирландию. «Я не тот, за кого ты меня принимаешь». «В смысле?» «Потом объясню. Нужно сгонять на пароходе в Европу и вернуться. Твоему отцу будет не стыдно отдать тебя за меня замуж». В общем, именно тогда влюблённую парочку спалил Колхаун. Он втихаря всё видел и слышал. Как же Колхаун ночью оказался в саду? Случайно. В полночь он вышел покурить на улицу и увидел, как какой-то всадник завернул к его усадьбе, да ещё и спешился. Естественно, это вызвало подозрения. Колхаун продолжал следить за незнакомцем. Вскоре он услышал, как Луиза вышла в сад и проследил за ней. Колхаун сразу пошёл к кузену Генри. «Проснись!» – разбудил он его. «Там в саду происходит позор твоей семьи. Поторопись, если не хочешь, чтобы поиндекстеры стали посмешищем всего Техаса». Колхаун отвёл Генри в сад, где всё ещё стояли и обнимались Луиза и Морис. Брат побежал к ним. «Погоди, Генри. Возьми нож и револьвер». Генри подбежал к влюблённым. «Ах ты, грязный негодяй! Я сейчас тебя буду убивать!» Если бы Морис хотел, он бы сразу пристрелил Генри. Луиза загородила собой любимого, а затем схватила брата за руки. «Беги, Морис!» – кричала она. Но Морис не бежал. «Генри, через полгода я вернусь. И если я не буду достойным Луизы, можете меня убить». И уже после этого Морис скрылся. Сестра объяснила брату, как он несправедлив к нему. «Блин, тогда я должен перед ним извиниться. Я сейчас же отправлюсь к нему в гостиницу». Колхаун был разочарован тем, что Генри не убил Мустангера. Ведь он сам мог выстрелить в Мориса, и его поступок был бы оправдан в глазах общества. А теперь Генри собрался ехать к Мустангеру извиняться. «Генри, ты дебил!» – сказал ему Колхаун. «Возможно. Я не должен был тебе верить. А теперь хочу исправить свой косяк». Генри уехал, а Колхаун пошёл в конюшню, оседлал коня и тоже ускакал. Он поехал к Эль Кайоту, чтобы сказать ему, что пришло время разделаться с ирландцем. Вот только мексиканец был мертвецкий пьян. Он спал. «Что же так не везёт?» – думал Колхаун. «Что теперь делать?» В его голове созрел новый план. Прерии Техаса настолько огромны, что всадник может ехать по ним месяцами и не встретить ни одного человека. Но в ту ночь в Прерии было трое – Морис, Генри и Колхаун. Морис ехал не спеша, поэтому Генри смог его догнать. Колхаун ехал за Генри, а потом спешился и спрятался в лесу, ожидая Генри, когда тот будет возвращаться домой. За завтраком в Кассо-дель-Корво не было одного человека – Генри. «Странно», – сказал отец. – Генри раньше не опаздывал к столу. Луиза и Колхаун молчали. Наконец, когда отцу надоело ждать, он велел слуге сходить и позвать Генри. «Его нет в комнате», – ответил слуга Плутон. «А в конюшне нет его лошади. Значит, он выехал, когда все ещё спали». Отец ничего не понимал. Генри раньше так не делал. Ни Колхаун, ни Луиза о ночной сцене в саду не сказали ни слова. Затем пришёл взволнованный слуга и сказал, что вернулась лошадь Генри. Но без хозяина. На лошади было много крови. Отец сразу поскакал в форт. Колхаун за ним. Весть о трагедии разнеслась по округе. Все были уверены, что Генри Поиндекстер стал первой жертвой индейцев Каманчи. Ведь врагов у парня не было. Опытные люди по крови на лошади определили, что убийство было совершено около 10 часов назад, то есть в 2 часа ночи. Теперь нужно было подумать, где искать труп и убийц. Это были самые сложные вопросы. Делиться на группы для поисков было опасно. Иначе напавшие индейцы легко бы справились с кучкой офицеров. Значит, искать нужно было всем отрядам. Но где искать? И тут пришёл хозяин гостиницы, немец Доффер. Рассказал, что Моррис вернулся поздно ночью. Попросил расчёт, всё заплатил и уехал. Но через 20 минут после этого в гостиницу приехал Генри и расспрашивал о Моррисе. А потом поехал следом за ним. Направление поисков сузилось. Генри нужно было искать по той дороге, где ездил мустангер. А может уже и не только Генри. Ведь индейцы могли убить и Морриса. Отряд выехал на поиски, и вскоре следопыт Сплэнгер обнаружил в одном месте лужу крови. Значит, убийство было именно здесь. Но вот тела нигде не было. «Парня убили не Каманчи», – сказал Сплэнгер майору. «Здесь следы только двух лошадей. А если бы это были Каманчи, то следов было бы на 40 лошадей. Здесь следы мустанга и американской лошади. Обе были подкованы. Всадники хорошо общались, довольно долго. Успели выкурить сигары. А враги вместе не курят. Где тело, я понятия не имею. Если бы парня убили индейцы, они могли бы тело взять с собой, а так…» «Что насчёт Морриса? Он мог быть убийцей? – спросил майор. Вряд ли. Моррис так не поступает. Но если допустить, что Моррис его убил, то только в честном поединке. Нужно идти дальше по следам. Может, найдём тело?» Отряд отправился дальше. По пути в лесу они увидели редкого зверя в этих краях – Ягуара. Колхаун и ещё один плантатор выстрелили, убив его. Парни поспорили, кто из них попал в Ягуара. «Я вам докажу! – сказал Колхаун. – На моей пуле есть инициалы. Кака?» Колхаун подошёл к Ягуару, достал из него пулю и всем её показал. Это была его пуля. Тем временем Спленгер вообще ничего не мог понять. Следы рассказывали ему какую-то ерунду. Мустанг вёл себя необычно, словно на нём не было всадника. А потом все одновременно увидели нечто. Мустанга, на котором сидел всадник. Вот только у всадника не было головы. Если бы всадника увидел один или двое, их бы приняли за безумцев. Но сейчас всадника без головы видели все. Тело всадника было прикрыто плащом. Люди застыли в ужасе. Со стороны всадника садилось солнце. Оно слепило людей, и им казалось, что перед ними какой-то безголовый великан. Нельзя даже было лошадь разглядеть. Люди видели только чёрный силуэт на фоне солнца. В общем, самым простым объяснением стало такое. «Это дьявол!» После этого всадник на лошади ускакал прочь. Друзья, на этом главы с 21 по 40 заканчиваются. Если хотите слушать продолжение, смотрите следующий видос.